Не все видят разницу между неврологом и нейрохирургом, но она есть. И если примитивно, то невролог занимается консервативным лечением заболеваний, а нейрохирург решает более серьезные ситуации, когда требуется оперативное вмешательство. И компетенции нейрохирургов практически ювелирны. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержке журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, заведующий нейрохирургическим отделением больницы Середавина, главный внештатный нейрохирург Минздрава Самарской области Геннадий Алексеев. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Напоминаю вам номер телефона, который вы и так хорошо знаете. В студию можно позвонить, задать вопросы. Геннадий Алексеевич готовилась вчера к программе... Геннадий Николаевич, простите, готовилась вчера к программе и прочитала такую вещь, которая мне просто вскрыла мозг. Позвоночник состоит из 33 позвонков у детей и 26 у взрослых. А куда 7 позвонков исчезают? Нет, они никуда не исчезают. Они присутствуют. 7 шейных позвонков, 12 грудных позвонков, 5 поясничных, 5 сакральных и 1-2 копчиковых. Это вот полный набор и у детей, и у взрослых. То есть это просто какой-то фейк, да? Да, это что-то там, видимо, какие-то неточности. Почти научный труд читала, между прочим. Всякое бывает. Всякое бывает. Хорошо. Я очень о многом хотела бы, если честно, с вами сегодня поговорить. Давайте, если получится, попробуем поделить программу на две части. И вначале мы поговорим о лечении позвоночника, а потом пойдем кверху и, надеюсь, успеем еще и заглянуть в лечение головы. Так вот, диагнозы остеохондроз и межпозвонковая грыжа ставят практически всем, кто обращается к врачу по поводу боли в спине. И это как-то взаимосвязано. Одно вытекает из другого. Ну, наверное, все-таки связь, она не наверное, а связь, она, конечно же, есть. Остеохондроз – это изменение позвоночника, изменение позвонков, изменение межпозвонковых дисков. Это дегенеративно-дистрофический процесс. И вот этот процесс, ну, грубо говоря, это процесс достарения позвоночника. И вот он может приводить к формированию грыжи диска. Чем, собственно говоря, нейрохирурги в некоторых случаях ортопеды и занимаются. Лечением болевого синдрома, связанного не с самим остеохондрозом, как процессом дегенеративным, а вот с формированием вот этой грыжи. Надо отметить, что дегенерация, вот возрастные изменения, они наблюдаются с разной частотой в разном возрасте. Ну, например, в возрасте 30 лет 1% населения страдает вот этими изменениями. В возрасте 60 лет – это уже 80-82% населения, у которых есть изменения со стороны позвоночного столба. Вы правильно сказали, что все, кто обращается по поводу болей, во всем случае, в большом проценте случаев, им ставится диагноз грыжи диска. Даже пациент проходит исследование КТ или МРТ, магнитно-резонансная томография позвоночника, спинного мозга. И там те доктора, которые все однообследования, они пишут грыжи диска. На этом уровне, на этом у нас находятся пациенты в отделении, даже с собой не спорят. У меня три грыжи, у меня четыре грыжи, у меня пять грыж. Меряются грыжами. Да, меряются и жалуются друг к другу. Это не всегда правильно, это не всегда точно. Мы, как хирурги, грыжи называем то состояние диска, межпозвонкового диска, который нужно оперировать. То есть, это выпадение диска самого или части самого диска, это изменение окружающих тканей, изменение со стороны позвонков, желтой связки сосудов и так далее. Но, если мы ставим диагноз грыжи диска, клиницисты, мы должны его оперировать. Вот при этих исследованиях, я считаю, что не всегда точно называется грыжа диска. Бывает так, что не все нужно оперировать, а что-то может лечить и консервативно. Но если грыжа, значит, уже не идет речь, да, о консервативном лечении? Если, да, если клиницист ставит такой диагноз, то тогда речь идет о хирургическом лечении. — Вот слово такое противное, конечно, грыжа, и, в общем, и все, что с ней связано, тоже совершенно неприятно. Но вот смотрите, Геннадий Николаевич, вот сама по себе грыжа, она же не угрожает жизни. В чем ее опасность? У нас, ну, не секрет, да, что чего там идти к врачу, попить анальгетиков, а потом раз и ходить не можешь. — Да, очень хороший вопрос. Нужно ли или не нужно оперировать грыжи диска? Я вам могу такую рассказать… — Причем? — Нет, такую историю, как она формируется и что с ней происходит в дальнейшем. Вначале грыжа проходит стадию выпячивания диска. Изменения небольшие, чуть-чуть выпячиваются в сторону спинномозгового канала. Затем возникает стадия экструзии, то есть она становится чуть побольше, занимает часть позвоночного канала. Затем она может выпасть туда. Но последняя самая стадия — это ее фиброзирование, она усыхает. Она со временем уменьшается в размере и может уже и не беспокоить пациента. То есть приходит ко мне больной на прием и говорит, а можно не оперировать грыжу? Я говорю, да, можно. Для этого нужно подождать 10, 15 или 20 лет, и она уйдет, исчезнет. Наступит самоизлечение. Да, нужно пить все это время обезболивание, нужно все это время вести себя очень аккуратно. Нельзя там ни бегать, ни поднимать тяжести, может быть, лежать большей частью. Но дело даже не в этом, а в том, что грыжа по себе может вызывать осложнение. Осложнение со стороны спинного мозга и корешков спинного мозга. Если в шейный отдел, она может передавить спиной мозг, и тогда наступит слабость в руке и ноге. Если это поясничный отдел, она может передавить корешок, по которому идет сосуд, нарушается питание спинного мозга и возникает тазовое расстройство. Еще одно осложнение от грыжи диска – это тазовое расстройство, недержание мочи и кала. Вот это вот страшно. Когда я объясняю пациенту необходимость оперативного лечения, я говорю о том, что сама операция направлена, в общем-то, не на лечение боли. Она направлена на профилактику вот тех осложнений, которые могут наступить. Почему она и показана, операция? Боль – это параллельный продукт. Да, конечно, мы ее устраняем, и, так сказать, пациент ее чувствует, он боится ее, всеми методами лечит. Но это не самое главное. Самое главное – избежать осложнений, которые могут быть у пациента. Вот для чего и нужно оперировать пациента на вот этих стадиях экструзии, выпадения полного проляпса, когда она находится в спинномозговом канале. Вот еще такая опасность, грыжа есть, она небольшая, она еще не выпала полностью, не сформировалась полностью. Но мы считаем, что ее нужно уже оперировать, она может выпасть в любой момент. Поехал пациент куда-то, поднял тяжесть, наклонился, чихнул, просто повернулся. Да, просто повернулся, и диск уже не выдерживает, так сказать, вот эта грыжа забивает весь канал. Пожалуйста, грубые расстройства уже наступили. А лечить потом, лечить, восстанавливать вот это, это очень сложно. Ну вот я же говорю слово какое-то противное. Если вы опоздали к началу программы, напоминаю, что сегодня в нашей студии Геннадий Алексеев, главный нейрохирург Самарской области, мы говорим пока про лечение грыжи. И, Геннадий Николаевич, а вы можете, есть какие-то внешние проявления? Вы можете, например, стоя где-то в магазине, про себя думать, ага, вот у этой женщины грыжа там третьего и четвертого позвонка. Это как-то видно? Да, мы проводим занятия со студентами. Да, я им показываю таких пациентов, ну, третий, четвертый, хотя есть разница, можно увидеть. Я так по-дилетантски вызвала, конечно. Прежде всего, это щадящая походка. Боли, боли возникают при движении. Человек не может поднять ногу, не может оторвать ее от пола. Он идет немножко боком, фиксируя спину, фиксируя ногу. Это видно уже сразу, что у него, во-первых, боли есть. Во-вторых, по тому, как вот эта нога работает, можно уже сказать, да, это уровень третьего диска или второго, или четвертого диска, так сказать, уже можно кое-что говорить. И, да, и еще, вот опасность, мы еще не сказали одну опасность развития вот этого грыжевой болезни, скажем так, остеохондроза и грыж, меняется искривление позвоночного столба. Вот в последнее время, об этом часто говорят нейрохирурги, ортопеды, сагитальный дисбаланс. В норме линия, которая проводит через седьмой шейный позвонок, она должна идти до второго крестцового позвонка. Это должна быть вертикальная линия. Ну, а у человека, у которого возникает грыжа диска, возникают проблемы в поясничном отделе, прежде всего, позвоночника, как раз L4 и L5 диски, он наклоняется вперед, он закручивается вперед вокруг тазобедренных суставов. И вот возникает вот этот эгоитальный дискбаланс, он действует, формируя грыжу диска, усиливая ее, так сказать, формирование, и также вредно влияет на тазобедренные суставы. И к нам обращаются такие пациенты, они приходят от ортопедов на консультацию, и приходится думать, с чего все начинать. Или замена тазобедренного сустава, или какие-то воздействия на него, или удаление грыжи диска. Потому что это вот такой вот замкнутый круг, который бывает сложно разорвать, и трудно решить, с чего все-таки надо начинать. Что проще, что лучше, что быстрее реабилитирует пациента. Вот понятно, что в последнюю, наверное, очередь уже к нейрохирургу хочется идти. И разного рода мануальные терапевты очень любят щелкать позвонками. И после этих манипуляций они говорят, все, я вам все вставил на место. Грыжу на место вставить можно? Ну, выпавшую грыжу, конечно, вставить нельзя. Ту грыжу, которой нужно оперировать, там хоть как щелкать, как вы говорите, как никак давить, делать массаж, вправлять, мануальную терапию, это сделать невозможно. Но на стадии выпячивания, когда грыжа только формируется, когда только диск выходит за пределы своего пространства, вот на этой стадии можно на нее воздействовать и убрать ее на место, поставить ее на место. Но здесь очень важна диагностика, тонкая диагностика. Пациенты приходят и говорят, я хочу к мануальному терапевту. Вот вы тут сидите, вам бы резать все, а вот мануальный терапевт, говорит, не надо. Он говорит, приходи ко мне, я тебя там помну, поглажу, вот постучу. Я отправляю некоторых пациентов, я сам говорю, да, обратитесь к мануальному терапевту. Но это должен быть умный мануальный терапевт. Что значит умный? Должна быть диагностика. Прежде чем браться за спину, за позвонки, за вправление, он должен сделать дополнительные исследования. Рентгенографию, МРТ или КТ и посмотреть, на что же он собирается влиять. Грыжа находится, так сказать, с азией экструзии. Она вышла уже далеко за пределы. Диск надорвался, который прикрывает это пульпозное ядро. Ни в коем случае такому пациенту мануальную терапию делать нельзя. Будет только хуже, выпадет дальше этот диск. И тогда уже надо будет делать операцию, тогда уже всем все ясно. Но на первых стадиях, да, это возможно. Да, вот только как эту стадию еще поймать бы. Там свои есть противопоказания. И считается, что периодическое вот это вправление, и часть больных об этом говорит. Первый раз пришел, мне хорошо стало. Второй раз не очень. А третий раз не помогло. Почему идет разбалтывание суставов связочного аппарата? Мышцы слабеют. Возможно, после этого пациенту невозможно, а он должен после этого заниматься собой. Он должен делать гимнастику, плаванием и так далее. Укрепить и аппарат связочный, и мышцы укрепить. Тогда будет результат, тогда будет эффект. Но человек ленив. Не всегда хочется вот мануальные движения, движение руки, все прошло. И не всегда так получается. Хорошо, Геннадий Николаевич, и, может быть, уже завершая тему грыжи, скажите, зачем, за какими операциями настоящие и за какими будущие? Все-таки вы предпочитаете малоинвазивную хирургию или по-разному, скажем так? Диагноз грыжи многогранен. И даже не то, что грыжи, болевого синдрома, который есть у каждого конкретного пациента. Иногда это, да, грыжа травматическая. Пульпозное ядро выскочило, его надо взять на операцию. Это микрохирургия, это эндоскопия. Надо взять это пульпозное ядро, удалить, и все будет хорошо. И боли не будет, пациент будет дальше нормально жить. Но таких пациентов, их 5%. Как правило, к нам приходят другие уже пациенты, больные, которые лечатся долго. У которых грыжа очень долго формируется. Меняется окружающая ситуация. Желтая связка, продольная связка, остеофиты. И у этих пациентов, кроме причины боли, не в самой даже грыже, а в стенозе, сужение спинномозгового канала. Вот в чем опасность. И тогда операция, она уже другая. Она более обширная. Мы должны ликвидировать этот стеноз. А бывает, приходят пациенты со стадией выпадения грыжи диска, у которых позвонки двигаются, у которых имеется смещение позвонков. Тут должна быть операция, кроме удаления грыжи диска, еще и фиксации позвонков. Она разнообразна. Сейчас много предложено вариантов различных имплантов. Мы выбираем самые лучшие из них. Есть и искусственный диск, есть и просто фиксация позвонка и так далее. То есть подход к каждому человеку строго индивидуален. Для каждого пациента должна, по всей видимости, быть своя операция. Фиксировать, не фиксировать, удалять объем. В нашей клинике мы всегда обсуждаем. Ну вот каждое утро я делаю обходы в отделении. Мы смотрим поступивших больных, мы исследуем их, мы смотрим неврологический статус. Также данные КТ, МРТ. И для каждого выбираем свою операцию. А некоторым пациентам с остеопорозом, например, кроме удаления грыжи, необходимо и укрепление позвонков. Иначе, так сказать, грыжи будут и на других уровнях. Проблемы большие с этим, но мы стараемся их решать. Сколько операций в год вы делаете? Мы делаем около 500 операций в год по удалению грыжи диска. По удалению, по фиксации, ну весь комплекс вот при остеопорозе, при грыжи диске. Но потребность, наверное, больше, да, у населения? Потребность больше. Сейчас вот, к сожалению, у нас очередь до марта месяца растянулась. Ну, с разными проблемами это было связано, но мы просто не успеваем даже оперировать. Тех пациентов, которым нужно внедрение импланта, так сказать, есть программы, бесплатные программы, высокие технологии есть. Мы их ставим на очередь, если у нас еще их нет, таких имплантов. Ну и по мере надобности мы их закупаем. Но для этого надо время, чтобы мы получили, так сказать, вот этот имплант. И тогда вызываем пациента на операцию и его имплантируем. Ну, как мы с вами и договаривались, давайте все-таки поднимемся выше в ваших компетенциях и выше в отношении человека. Прежде всего, посмотрим сюжет, который сняли наши корреспонденты в вашем отделении. Кстати, корреспондент, который снимал этот сюжет, сказала, я бы назвала этот сюжет один день из жизни нейрохирурга. Ну, вот сейчас вместе со зрителями посмотрим. На подготовку к операции у главного нейрохирурга области Геннадия Алексеева уходит не более пяти минут. Но именно с этого и начинается самая кропотливая работа. Счет на часы идет уже здесь, в операционной, куда поступают пациенты с тяжелыми и сложными диагнозами. Некоторых приходится оперировать по 8-10 часов. Сегодня у Геннадия Николаевича пациент с аневризмой сосудов головного мозга. О своем заболевании узнал случайно после магнитно-резонансной томографии. Аневризма, чем она опасна, она может разрываться в любой совершенный момент. А поскольку она локализуется на крупном сосуде, то кровоизлияние достаточно большое. Под большим ударом, с большой скоростью кровь выходит за пределы сосуда и ударяет по мозгу. После 3-4 разрыва аневризма, как правило, это 100% летальность. Пациентов с таким диагнозом в областной больнице Середавина оперируют регулярно. В год от 100 до 110 человек. Очень важно, отмечают медики, обратиться за помощью вовремя. Для этого раз в год необходимо проходить профилактические осмотры. И в случае таких симптомов, как нарушение тонуса лицевых мышц, головная боль, рвота, тошнота, светобоязнь, а тем более потери сознания, незамедлительно обратиться к врачу. Что недавно и сделал пациент Геннадия Алексеева Михаил Лебедев. Давайте посмотрим, поднимите руки вверх, пожалуйста. Глаза закройте, полежите немножко. После операции прошло два дня. Михаил чувствует себя нормально и понемногу начинает двигаться и вставать с кровати. Сейчас он рад тому, что оказался вовремя у квалифицированных врачей и благодарит хирурга. Ну, были приступы, а тут оказалась у меня какая-то обширная гематома. Ну, это ее удалили. Врачи очень хорошие, всегда на обходе спрашивают внимательно. Все нормально. Я доволен, если честно, что я попал сюда. Мы возвращаемся в студию программы «Звоните доктору». У нас еще есть немного времени. 202.11.22. Напоминаю вам, что в студию можно позвонить. А сегодня на вопросы отвечает Геннадий Алексеев, главный нейрохирург Самарской области. Вот это была операция по поводу аневризмы. Это самая распространенная причина операций… Трепанация имеется в виду. Да, я поплыла в терминах. Ну, нет, конечно, это не самая распространенная. Как вот в сюжете было показано, мы делаем около 110 операций по поводу аневризм. Ну, трепанации примерно половина. Около 50-60 трепанаций при аневризмах сосудов головного мозга. Ну, актуальная все равно получается. Актуальная. Это очень актуальная тема. Вся обидователь в том, что аневризма, артериальный аневризм протекает бессимптомно. И человек, у которого есть вот этот вот… Что такое аневризма? Это такое вот в результате слабости сосудистой стенки возникает мешочек, который отходит от этой сосудистой стенки. И который может… мешочек с кровью, который может разрываться, и кровь изливается уже в головной мозг. И люди не знают об этом и доходят, как правило, до того момента, пока он не разорвется. И тогда нужны операции по экстренным показаниям, иначе человек погибнет от кровоизлияния, от отека головного мозга, от повторного кровоизлияния. Ну, не будешь же постоянно делать какие-то исследования головы просто так? Да, просто так сделать всем исследования сосудов головного мозга мы не можем. Просто не хватит аппаратуры. Я говорю даже вот в Японии, где на душу населения большое количество аппаратов КТ и МРТ, они сказали, что мы тоже не можем сделать всем исследования сосудов головного мозга. Но есть показания. Если у человека имеется в роду родители, дедушки, бабушки, у которых были кровоизлияния в головной мозг, у которых такое сосудистое анамнез, мы говорим, то тогда ему стоит сделать это исследование, исследование сосудов головного мозга. Если у него особенно бывают приступы, мигренозные приступы, гемикронии, тогда нужно делать исследование и смотреть. Иногда мы, как в сюжете показано, вот видим этих пациентов, в плановом порядке к нам приходят. Это, конечно, редко бывает. Как правило, это тяжелые пациенты, которые привозят на скорую помощь в наш сосудистый центр. Но вот если уже произошел разрыв, понятно, что пациент, ну уж ему тут не до чего. А может быть, родственники, кто находится рядом или какие-то коллеги. Можно как-то что-то заподозрить и какие при этом тогда нужны действия? Это сильные головные боли. Основной симптом, ведущий симптом – это сильные головные боли. Иногда тошнота, рвота, внезапные. Они не обязательно могут быть на фоне высокого артериального давления. Они могут быть и при нормальном артериальном давлении. Обязательно тогда необходимо обращаться к врачу для диагностики, для уточнения диагноза. Не обязательно это субхиндальное кровоизлядие на фоне аневризма. Есть и другие болезни, которые протекают с головной болью. Но если вдруг подозрение есть такое, то, конечно, консультация невролога или нейрохирурга, она обязательно в самые ближайшие часы. А получается, что если заболевание практически человек не заметит вовремя, то чаще всего вы именно экстренно оперируете, а не планово? Чаще всего экстренно. Есть приказ. В течение 72 часов мы должны прооперировать такого пациента, который приехал к нам в клинику. И тогда мы можем спасти его. К сожалению, чем позже выполняется операция и состояние больных становится более тяжелым, нарастает отек главного мозга, тем дальше все сложнее и сложнее оперировать. И результаты, соответственно, они становятся хуже. Есть летальность. Летальность существует. Да, существует два способа оперирования. Или это внутрисосудистая эмболизация аневризмы через бедную артерию. Вводится катетер. Кончик его подводят к сосудам головного мозга, к этому месту, где есть аневризма, заводят его туда и сбрасывают туда спиральку. Одну или несколько спиралей. Они раскрываются там и закрывают, тромбируют эту аневризму. То есть она пристает существовать. Пожалуйста, больше кровоизлияния не будет. Она заросла, ее нет. Или когда большая широкая шейка, когда невозможно провести туда катетер, дойти до этого места, тогда мы предлагаем открытую операцию. Трепанация. Ну, костно-пластическая обычно трепанация. Небольшое окошечко формируется, через которое мы подходим на основание, приподнимая мозг и накладываем на шейку этой аневризмы клипс. Нет приоритетов к той или иной операции. Мы выполняем их строго по показаниям. Иногда пациенты приходят, не только внутрисосудистую. Мы ее делаем по возможности, если это можно сделать. Если не опасно оставить там вот эту спиральку. Если шейка широкая, аневризма, конечно, приходится делать трепанацию и накладывать клипс на ее шейку. Иногда это даже лучше, чем внутрисосудистая операция. Продолжает ли действовать у вас программа, сосудистая программа, когда вы выявляли пациентов с сосудистыми расстройствами, ну, в том числе аневризмами и прочим? И вот была региональная, по-моему, программа, да? Да, мы являемся региональным центром и собираем пациентов со всей области. Нам могут привести в любое время... То есть она продолжает реализовываться? Она работает, да. Будет ли это центральная районная или больница, будут ли городские больницы, Сызрани, Тольятти, там и так далее. Мы в любое время берем таких пациентов при соответствующей симптоматике, при соответствующей диагностике. А сейчас во многих местах стоят компьютерные томографы. И обследование, оно адекватно, оно помогает нам оценить ситуацию. На базе нашей больницы работает санитарная авиация. На машине или санитарная авиация, вертолетом ли мы доставляем больных сюда и ими занимаемся. Программа работает. Если вернуться к тому, с чего мы начали программу, про невролога и нейрохирурга. Тут все равно путаница колоссальная в умах. Когда случаются боли в спине или боли в голове, человек идет все-таки к неврологу. Когда надо идти к нейрохирургу? Или уже это только цепочка, она последовательная? Я считаю так, что человек должен идти к неврологу, к умному неврологу. Умный невролог, он всегда поставит, он должен поставить диагноз грыжи диска и заподозрить то, что нужна ему операция. Умный невролог должен поставить диагноз какого-то заболевания головного мозга, даже диагностировать его и отправить к нейрохирургу, так сказать, на лечение. Но, к сожалению, нейрохирург не может, нас не так много, 53 человека в Самарской области, это нейрохирургов, а неврологов несколько раз больше. Поэтому нейрохирурги не могут всех принимать и всех диагностировать, вот первичные делать диагностику. К сожалению, вот так вот. Поэтому через неврологов, с которыми мы работаем, которых мы обучаем и с которыми вместе мы лечим больных. То есть это такой взаимообогащающий контакт? Да, конечно. А после нас мы отправляем на лечение к неврологу, на реабилитацию. Туда-обратно, понятно. Геннадий Николаевич, спасибо большое за участие в программе. Думаю, что, по крайней мере, сегодня какие-то моменты мы прояснили. Успехов Вам в работе и впереди Новый год. Пусть у Вас, у Ваших коллег все непременно будет прекрасно. Спасибо и нас. Спасибо большое. Прощаемся с нашими зрителями ровно на неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин